МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Протягиваем цикл сюжетов, присвеченных героям Советского Союза, именами яких названы в улице нашого областного центра. У Гомель пройшла областная навыково-практичная конференция «Гомельщина памятая». А зараз об этом и иншим больше подробязна. 74 годы свободы и миру. Беларусь рыхтуется до святкования Дня Перамоги. 9 мая во всех районах Гомеля урочистости распочнутся шестям «Беларусь памятая». Пройдут митинги, отбудутся святочные концерты, выставы, акции «Кветки Великой Перамоги». Традиционно будет организована работа полевой кухни. Головная подея – врачистое шести ветеранов, представников операционных коллективов, спортсменов и творчей молоди. И оно начнется в 10 годин. Колонна пройдет от площади повстания до площади працы, где отбудется митинг памяти и церемония ускладания кветок до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Вогулі долучиться до шмат ліких мероприемств змогуться у кожным куточку в області. З ранницы и до позднего вечера для жихаров усіх районов организаторы будуть дариться правдное свято. Тематичные мероприемствы нагадают гостям свято об тем, что мир – это бесценный дар и будущее для наших детей. Так у Гомеля побач с кинотеатром «Имя Калинина» можно буде поспробовать солдатскую кашу. Тут же буде демонстроваться фильм на военную тематику. На Речицким проспекте после реконструкции открыть сквер. На открытых пляцовках города пройдуть концерты. Для дятей по усюль будуть ладить забавляльные программы. Завершится День Перамоги святочным салютом. Прочистый митинг на Аллее Героев и святочный концерт у областным громадско-культурным центры. У Гомеля начались мероприемства, промеркованные до 74-й годовины Перамоги. За падеями сачили наши корреспонденты. Гэта мероприемства одночасово урочистая и жалобная. Аллея Героев у Гомеля была открыта 5 годов тому. И с того часу тут проходят митинги, промеркованные до Дня Перамоги, вызволения Беларуси и города. Гэта, саправды, знаковая для гомельчан месса. Тут пахаванные солдаты и офицеры, які загинули под час Великой Айчиной. У военную историю наш регион уписал шмат героичных сторонок, а ле цена Перамоги для аго оказалась великой. 1126 вёсок паутарыли лёс хатыни. С фронту до дому не вернулися 40% мужчин во взросте от 18 до 35 годов. После заканчэння войны на 100 жанчын у Гомельской области приходилось только 73 мужчины. Это, конечно, и праздник радости, и праздник воспоминаний. Пусть уже слёзы так не льются, конечно, но всё равно же вспоминаешь всё, что было, кого потеряли. Вот такой день нельзя не вспоминать. Поэтому, конечно, и со слезами, и с радостью. 74-я годовина Перамоги – ещё одна подстава наведать ветеранов Великой Айчиной и повеншавать их со святом. Сегодня у Гомельской области до этой категории относятся 950 человек, 400 из которых принимали непосредный удел в боях. Людей, которые дали усім урок патриотизму, адваги и гонору. Под час урочистого сходу их называют «Золотым фондом краины» и нагадывают, сегодня для каждого ветерана необходимо створить максимально комфортные умовы. Солдаты Перамоги, дякуючи минавита им, жихары Беларуси, не ведают войны уже 74 годы. Мы говорим, берите с них пример. Это наши молодёжи и всем, кто рядом с ними идёт. И благодаря этим людям и нам просто жить. Всё-таки они нам дали свободу, они нам дали возможность учиться, приобретать специальность и сегодня мирно трудиться. Олег Синцеров, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля пройшла областная навуково-практичная конференция «Гомельщина памятая». У делу её приняли представники органов улады, правоохонных структур, громадских организаций, а так само навуковцы. Конференцию наведал и наш корреспондент Олег Синцеров. Местом проведения конференции обрали областную библиотеку. В этой установке не первый раз принимают такие мероприемства. Миноват, и до этой конференции, сегодня тут открыли некольких выстав. У тымлику достатково редких книг. Выставы непереможных – это книги с фонда в Гомельской областной библиотеке. Все выдания уключены перейду великой чины. Тогда воевали не только солдаты, воевали и книги. По великим рахунку, эта идеология, життё притягивается, и мы обоязково переможем. Экспозиция достатково масштабная. Тут и поведомления Советского информбюро, и каталоги военных мостаков, и академичные выдания. У областной библиотеки кажуть, что за все дымкнулися предоставить читачам максимум правдивой информации. Мы проводим грамотную, квалифицированную очистку документов, вскрытие каких-то капсул, пеналов, в которых они находятся, для того, чтобы не допустить их повреждения либо разрушения. Исследование этих документов в невидимых зонах спектра. То есть какие-то невидимые, угашенные записи, тексты. Мы их визуализируем, они становятся видны, читаемы. Науково-практичная конференция «Гомощина памятная» проводится по инициативе областной прокуратуры. Военные тематы Каина займаются постоянно. Два месяца тому сопротивники прокуратуры провели мониторинг местного похования червоноармейцев, партизан и мирных жахаров, которые загинули под час связи Каячиной. По выниках проверок были выписаны подписания. Зараз у себя выявленные недохопы ликвидованы. Непосредственно на конференции прокурор Гомельской области Виктор Морозов презентуя книгу, какую написал оплошник генеральный прокурор Советского Союза Александр Сухаров. В осенью 43-х он принимал дел у форсирования Днепра Калялоева. Об этом так само рассказывается в выдании. Тема «Великая чина» для правоохранительных структур Гомельской области постоянно упали сроку. Проведенная у Гомеля областная науково-практичная конференция и еще одно мероприятие – это накированные работы. Сегодня правоохранительные органы взяли под опеку вот такие памятные места. Сегодня над Азарицким лагерем и тот мемориал, который есть, ухаживают сегодня сотрудники управления Следственного комитета. Над партизанской кореничкой сегодня взяли шефство, эксперты наши. Они благоустраивают, они там проводят свои мероприятия, связанные с посвящением профессию, с награждениями и так далее. Прокуратура области взяла под опеку памятник в Жлобинском районе одному из партизанских отрядов. Управление комитета государственной безопасности взяло под опеку места боевой славы спецотряда, который действовал в районе Чечерского района. И такую же работу проводит Управление внутренних дел. Олег Сентяров, Андрей Иванов, телерадокомпания «Гумель». Все лето наша краина означает 75-ти годы вызволения от фашистских захопников. Угон рг этой знаменальной даты телеканал «Беларусь-4» запустил цикл сюжетов, присвеченных героям Советского Союза, именами яких названы в улице нашего областного центра. Сторонки життя Константин Рокосовского в материале Паула Мехно. Залинейный микрорайон. Тут, пасерот перважно-приватного сектора, заховалася тихая улица у полтора километра до Ужинёй. До войны Одесская, зараз Рокосовского, минавито тут, у 61-м доме, 75 годов тому, квартировал легендарный маршал. Константин Константинович Рокосовский, так сказать, появился в Гумеле как раз в период освобождения, когда сходу, в общем-то, 11 октября, после освобождения Добруша, 10 октября, части Красной армии вошли в Белецу. Собственно говоря, туда и прибыл командующий фронтом, и находился, значит, больше месяца в Белеце. И когда освободили Белецу, конечно, стояла дилемма, что делать или атаковать, хорошо укрепленный, так сказать, высокий берег, сожжен на противоположном западном берегу, или все же, так сказать, применить другую тактику. До речи, Гомельон вызволял незвычайно для военной науки того часу. Массированный удар Рокосовский сконцентровал вокруг города, наступал одразу с некольких боков. Таким чином, первым у Гисторой уже в тактику двойного основного удару. Потом, на хвале Гомельского поспеху, народилась главная операция по вызволению Беларуси – Багратион. У них был такой творческий спор с Жуковым. Жуков руководил как раз с Северным крылом. Он, как представитель Ставки, находился в районе Рогачева. Поэтому Рокоссовскому говорил, что я тебе протяну руку через Березину. Но события пошли так, что наоборот, Рокоссовский Жукову протянул руку через Березину, когда его подразделения первыми вышли к Березине и замкнули кольцо в районе Бобровска. То есть знаменитый Бобровский котел стал результатом тоже активных действий. Ну, это при непосредственном участии Рокоссовского. После перемоги Константин Рокоссовский не одной чиноведва у Гомель. Зараз у музея знаходятся книги с автографом маршала, его амундирование и устагороды. Маршал вельми дорожил звучанными бойцами, тому до каждой военной операции подыходил як доголовной. По вспоминах родовых солдат Великой Айчинной, Константин Константинович один самых аутаритетных командиров у войсках. Штаб Белорусского фронта Рокоссовского знаходился у Гомеля коляк четырех месяцев. Усё на той же Одесской улице, что зараз носит имя маршала. А кроме выращения фронтовых задач, Константин Константинович промал удел у одновлення порушенного города. Потом и он стал самым першим гоноровым громадянином Гомеля. Павел Михно, Андрей Иванов, Толерадоя компания Гомель. Не редко дети выбирают профессию своих батьков. У войсковой части 63-604 немало представников семейных династей. По следах родных пошли подполковник Дмитрий Громыкин, старший сержант Дмитрий Каренны, майор Анатоль Слесаренко. У этой же части служат и герои наступного сюжету Дмитрий Сургеневич, его женка Татьяна и сын Вадим. С семьей военных познайомилися наши корреспонденты. Дмитрий Сургеневич пришел на посаду командира в 2015 году. С этого часа территория войсковой части 63-604 начала меняться и добро упорядковаться. Для чего ему пришлось шмат працавать. Но это не полохало. Стать военным Дмитрий Сургеневич выросшил школьником. На военные службы я решил как-то пришел спонтанно. Просто когда-то в детстве попалась книга под руки. Называлась «Мальчишки в пилотках». Прочитав ее ну и там оказались в конце книги адреса военных училищ в том числе и адрес Суворовского училища Минского Суворовского военного училища. Как-то загорелся желанием. Родители были против. Считали что может быть еще рано в 14 лет одевать на себя погоны. Но я как-то еще в то время настоял и все получилось. Тут же працует Татьяна Сургеневич. Она начальник речевого склада. С будущей женкой Дмитрий познайомился у Алматы под час учебы. Лето с Дмитрией и Татьяной отзначили серебное веселье. За эти годы разом проехали по гарнизонах у розных областях Беларуси. Выховали сына Вадима, який выросил протягнуть справу батьки. На выбор сына абсолютно не повлиял. Был даже немножко шокирован, когда он сказал, что папа, я хочу быть военным. С початку Вадим Сургеневич скончил Журовицкий державный аграрно-техничный колледж, затем Барановицкий державный университет, где отрымал диплом инженера-механика. Первым местом працы обрал войсковую часть 63-64. Я сначала очень боялся этого, потом я здесь, ну, пришел в эту часть по распределению после университета, на должность начальника гаража. Ну, как-то посмотрел на все это со стороны, более-менее влился в это все, мне очень понравилось, потом начался призыв в армию, я все-таки решил, что захочу стать военным. Я знал, что отцу это очень понравится, я знал, что он будет нагордиться. После закончения школы прапорщика у Вадима призначили командиром ремонтного узвода. Дарыча на урочистом сходе, присвеченным Дню оборонца у Радимы, улику лепших войсковцев назвали и его имя. Заслужная у знагорода, зрук батьки, особливый гонор. Вероника Гамзюкова, Настасья Кучинская, Яуген Макеенко. Телерадио и компания Гомель. Музыка объедновая. В Белорусском Державном Университете Транспорту прошел республиканский фестиваль военно-патриотичной песни сярод студентов замежных краин. Мироприемство, присвеченное на доходящему Дню Перамоги, проводят Другий год Запор. Метафестивалю, умоцывание интернациональных совязей сярод молоди и притягнение уваги замежных студентов до историчной спадщины Беларуси. А кроме тематичного концерта, подчас фестивалю во Университете Транспорту разгорнулася выстава декоративно-прикладной творчости студентов и интерактивные пляцовки. Все жадающие могли почастоваться белорусскими стравами, выпить горбаты або познайомиться с национальной кухней иных краин. В Беларуси достаточно много иностранных студентов обучается и помимо того, чтобы они стали отличными специалистами высококлассными, необходимо, чтобы после окончания своих высших учебных заведений ребята вернулись к себе на родину и продолжали любить Республику Беларусь. У нас есть члены Белой Руси, уже и представители Китая, и Туркмении в наших рядах. Я думаю, что ребята, уезжая на свою родину после такого рода мероприятий, будут помнить о Беларуси, наверное, больше, чем увидев там по телевизору или просто проехав туристами. Усувези с Радовницей увеси собистый состав держаут инспекции Гомельской в области 7 мая будет переведены на узмоцененный вариант несения службы. Для забеспечения дорожного руху нарады ДПС максимально будут наближены до места упахований, в зонах отселения, а так само будут выставлены додатковые нарады ДПС на автодорогах, где иди резкое повеличение транспортного потока. Традиционно отбудутся змены у работе громадского транспорта. Завтра 7 мая с 7-ми годин до 17-ти годин будет закрытый рух транспорта, кроме маршрутных автобусов, троллейбусов, маршрутных такси по проспекте Речицкий на участку от Куйбышевского проезда до улицы Жукова. У гэты шперед часу будет забеспеченный свободный рух громадского транспорта по крайней правой полосе на участку дороги от просячения в улице Обязной с проспектом Речицким до повороту на Могилки Рандовская. Подробязный расклад можно найти на сайте предприемства «Гомель Абл Пассажир Транс». Шляхи развития агроэкотуризма у Гомельской области за круглым столом обмерковали представники улады, громадскости и бизнесу. Пляцовкой для размовы от починку ранча агро-турфест. У Гомельском регионе наличивается 156 агросядзіб. Сенне туристы тут спиняются не на некольки дзен, як это было два года тому, а на больш долгий термин. Повеличился и взровень доходов о доказываемых послуг. Зараз працаваць необходна у накерунку активизации просовывания агросядзіб на туристичном рынку, бо супыняться на досягнутых выниках нельга не на хвилину. У этой сферы дзейности развиваться необходна постоянно. Цель всего, что мы делаем и в том числе цель этого круглого стола это самозанятость населения, это сохранение на сегодняшний день того потенциала, который есть в сельских населенных пунктах, в малых деревнях. И, конечно, сегодня мы понимаем, что одна агроусадьба может дать занятость большому количеству людей, проживающих вокруг них. Кто-то будет помогать по хозяйству, кто-то будет катать на лошадях, кто-то будет продавать мед туристам, кто-то будет организовывать рыбалку. Понятно, что один владелец агроусадьбы не в состоянии все это сделать. Поэтому это такая цепочка, можно сказать, такой небольшой локомотив, который позволяет людям сегодня зарабатывать, не уезжая из своих населенных пунктов. Специалисты свержают, у нашей краине створены идеальные умовы для развития агроэкотуризма. Спрощена по максимуму регистрация, маются преференции. Однако, разом с тем, одного желания в этом бизнесе мало. Треба вгрыстовывать усе мягчимые ресурсы на корысть своеи справы. Так, до прикладу за круглым столом великую увагу надалі обмеркованню в опыту работы с проектной деятельностью на суйсканне грантау. Безвыплатные осродки могут допомогти у развитии базы агросядив, да и в уголе сельских населенных пунктов. Ретроспективу творчости брата Ткачевых представили у Палаца Румянцевых и Паскевичев. В экспозиции больше 30 работ написанных майстрами соцреализму починаючи с 1950-х годов и до 10-х 21-го стагодзя. Только некольки картин належать авторству Алексея Ткачева над усіми остатніми браты працавали разом. Подробязности у сюжеті Євгеній Кухаронак. Брати Ткачевы народіліся на Бранщині Сергію у 1922-м Алексею 25-м. Высшайшую адукацію абодва отримали у Московским Державным Мастацким інституці ім'я Сурыкова. Велікая Айчына развяла братаў по розных краях Радзіма, аднак пасля лёс звязав їх уже надолга. У 50-х годах минулого 100-годзі нараджаец іх творчы союз. Алексей біша эскиз, які Сергей размалюваюе. Пазняй адповідна гэтага накіда на світ з'являецца іх перша сумесна работа у Калодзіжа. Далей яны працягваюць працаваць разам. На карцінах, які браты Ткачовы, пішуць ў 4 рокі, яны ставяць двайны аутограф. Аднак падписываюцца не по узрості, а ў алфавітным парадку. Сергей хоч і старшы з братаў, аднак значыцца другім. Сергею Пятровіч зараз 96, Алексею 93, аднак не глядачы на шановну узрост, яны і сёння пішуць картіну в сваіх московскіх студіях, які размешчаны одна на супрыць Тяжко уявіць сябе на колькі браты Ткачовы улюбеную свою справу. Уроджэнцы 1920-х годов пішуць свежа і ў 21-м стагодзі. Прытым, што тематыка нават їх перших работні страчвай актуальності праз 10-ти годі. Це той соцреалізм, який не встаріть нікола. Це народна, це пейзаж, це деревня, це свадьба, це похорони, це все, що касається людей, і написано з живих людей, з живої натури. Це, по сути, запечатлення. Родітіли-старіки портрет, це уходяще життя. Це так читається все і психологічно, і живопісно. Оно просто зроблено на высочайшем профіональному уровні. Поэтому, конечно, ми можем поздравити только Гомель, що ми маємо можливість видіти цю виставку. Виставу предоставив Бранський обласний Мостатський музейно-виставочний центр. У його фондах знаходяться звищ тисячі робот брата у Ткачових. Большую частку з їх Сергій і Алексій передали удар центру. Традиційно свої юбілейні дати вони приїжджають на Малую Родіму і заусюди з подарунками. Це не просто художники, це дуже яркі творчісті личності і яркі представители реалістичної школи з живописю русської, реалістичної школи з живописи конца второй половини ХХ века. Це люди епохи, це люди атмосфера, тому що разговариває з ними, ти погружаєшся, ти просто переносишся, як на машині в ХХ век, і тебе раскрываються дуже інтересні моменти, о которых ти не зможеш прочитати. Картина брата у Ткачових виставлена уста музеях світу. Феноменом їх творчості спеціалісты лічать сумленность. По їх картинам вивучалі побыт вязковців і протягують гетарабіць і сёння. Зараз Сергія і Алексія Ткачових адкрыто називаюць русскімі імпресіоністамі. Євгіню Кухаронак, Євген Макіенко, телерадоя компанія «Гоміль». Гэта і атак сама інші новини ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvergomil.by Дякую за перегляд!